Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики! Сегодня у нас 20 ноября 2022 года. Гуляю по снежку и хочу вам... Да, минус 4. Хочу вам показать, почему я не укрыла в этом году на зиму чеснок. В чём состоит мой секрет, почему я не укрыла? Моя мама с икрой никогда на зиму чеснок не укрывала. У неё всегда шикарный вырастал чеснок. А я каждый год укрывала древесной стружкой. И у меня чеснок вырастал не очень шикарный. Ну, вот видите, выпал у нас неожиданно снег. Навали его так. Так, сейчас покажу. Смотрите, какой слой. Сантиметров 15 спокойно будет. И очень хорошо утеплил мне чеснок и лук. Вот рядка лука посредине и по бокам чеснок. Я просто не успела его укрыть. Хотела укрыть песочком. Или же из курятников взять древесную стружку от курочек. Но я не успела. Небеса меня опередили. И облегчили мне труд. Что мне осталось на зиму укрыть? Это вот чеснок с луком. Я не успела. И ежевику. Но ежевику нет смысла еще укрывать. Потому что ежевику нужно, чтобы немножко потрясли холода, морозы. Радус в 10. Еще раз покажу. Видите, переживаю. Может, поебнут. Но я вот думаю, что вырастут. И листва, посмотрите, как держатся. Прекрасно. Так что вот в чем причина у меня. Почему я не укрыла чеснок. Мои дорогие друзья. У нас это первый раз выпал такой снег. Я посмотрела в интернете. И он будет теперь лежать до весны. Оттепли у нас не предвидится. Видите, везде как красиво. И немножко не успела убрать огород. Ну, ладно. Работу, с которой я не справилась. Будем справляться весной. Ну, вот и все, мои дорогие друзья. Так что будем теперь отдыхать. Заходите в гости. Как всегда буду рада. До свидания. До новых встреч. Пока.